Президент Александр Лукашенко в эти минуты в Ашхабаде принимает участие в саммите СНГ. Лидеры уже обменялись мнениями по актуальным вопросам в узком составе. Озвучены инициативы по углублению сотрудничества в Содружестве, развитие электронной торговли, введение единой визы в СНГ и расширение партнерства с третьими странами. Выступление белорусского лидера было предельно конкретным. Александр Лукашенко затронул ключевые проблемы и пути для укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Среди предложений полномасштабная промышленная кооперация, создание новых совместных конкурентноспособных производств, а также расширение внутреннего рынка стран Содружества, прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Фактически мы вышли на завершающую стадию подготовки стратегии экономического развития нашего Содружества на период до 2030 года. Считаю, что ее нужно дополнить конкретными прерывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста. Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительством еще раз поработать над этой темой и внести соответствующее предложение. Важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом соглашения по свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документов. Как известно, такие саммиты это еще хорошая площадка для двусторонних встреч. Глава белорусского государства сегодня провел переговоры со своим туркменским коллегой Гурбангулы Берды Мухамедовым. Подробности в следующих выпусках.